Как мы уже сказали, наша недельная глава называется «Вайшлах», то есть «Посла». И мы прочитаем с «Бытие» 32 главы. В русском это 9 до 11. «Вайомор Яков, и Аллахи Эбрам, и Аллахи Ицхак, Идонай, и Аммер, и Ишу, иллю Мородетка, и Атива, и Меха. Катонתי מכל החסדים, מכל האמת, ашер עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. «Ацеленина, майя д'Ахи, майя д'Асав, כי הרе аннухиотто, ופן יבוא, והכיני, הם על בנים». «Я уверен, что все знают, о чем здесь идет речь, потому что многие читают». «Из этой недельной главы можно много что вытащить и изучать». «Из этой недельной главы, это первая теология, амок, лама, лама, пороша не крыт, вайшлах». «И вот я хотел бы людей спросить, если кто-то знает, почему эта недельная глава называется вайшлах, то есть посла? Почему? Или почему каждая пороша от шаво, каждая недельная глава, называется определенным именем? Из-за чего? То есть мы говорили об этом не раз. Потому что это первые слова, которые написаны, вот как раз в начале отрывка. «И вот в этом причине, что первое слово, отрывка, оно поэтому и называется в том недельной глава тем же словом». «И вот Яков получает от Бога повеление вернуться в обитованную землю». «И Яков, он очень важная персона, это один из отцов наших. У него очень хороший характер, сильный. Но также у него есть какие-то минусы, как у любого человека. Я не могу сказать, что он был пахдан, но более чем он был омец, он не был слишком храм. Он был ребенок с мамой, он был такой мамин, сыночек в начале. Все что мама говорила, он исполнял. И даже когда цисаном, вот эта история произошла, которую мы читали в прошлый раз, он уже был взрослый. И даже в той истории, когда он убегал от лавана, то он тоже как-то все это сделал скрыто. И вот потом мы видим, что... И вот дальше потом есть такая история, когда дети Якова, они идут и мстят за Дину, которая была изнасилована. Это тоже в этой недельной главе я мечтаю. Может быть, правильно его дети поступили, но он очень сильно боялся, что сейчас все другие народы вокруг него вдруг восстанут против него. И вот хочу для молодежи посоветовать, просто подумайте, почитайте, как это вдруг Дина дошла до того, что была изнасилована. Потому что она имела часть во всем этом. И была слишком далеко от своего дома. Но не об этом наша проповедь сегодня. Но наш отец, Яков, у него была отличная связь с Богом. Косер яйом-яуми. Повседневная связь. Мефутах меон. Очень развита. И вот он общается с Богом. И вот он говорит, Господь, я вижу все, что ты сделал со мной, как ты размножил меня. И он говорит, я вижу ту милость, которую ты оказывал мне до сих пор. И он говорит, я доверяю тебе. И поэтому я готов исполнить то, что ты мне повелеваешь. Он говорит, я очень сильно боюсь. Это смерть. Потому что он трос немножко. И вот когда он смотрит на вперед, он ничего хорошего не видел. Потому что так по-человечески он думает, если я встречусь с Исавом, все, мне конец. И он просто помнит тот момент, как ту последнюю встречу с Исавом, что тот был очень озлоблен на него. Но то, что делает Яков, он делает шаг веры. Он не знает, что его живет впереди, но то, что сказал Бог, он готов это исполнить. И может получиться так, что он умерет. И убьют всю его семью. И убьют всю его семью. Всех его животных, которые у него есть, всех рабов. Но он все равно вере Бога продолжает идти. И вот в 25 стихе, в 27 стихе мы читаем. Можно это высветить. 25-27 стих. Мы говорим о том, как Яков наивек в Молах. И вот мы там видим такую историю, как Яков, он воюет с Ангелом. Может быть, он был тросливый немного, но физически он был очень сильный. И вот он боролся с этим Ангелом до самого конца. У него уже силы кончались, но он все равно продолжал стоять. И он где-то внутри понимал, что это за Ангел, с которым он борется. Он не хотел его оставить, пока не получит от него благословение. И он где-то понимал, что вот этот вот бой, который он сейчас ведет, это может повлиять на всю его жизнь. И вот за всю ту силу, которую он применил, он получил за это благословение. Мы можем увидеть в Матфея, в 11 главе, 12 стих. Я читал, в ней же Иоанна Крестителя, до ныне Царство Небесное силую берется, и его употребляющие усилия входит в него, восхищает его. Я нашел связь между вот этими вот стихами и этой историей. Чтобы получить благословение, чтобы быть гражданом в Небесном Царстве. Мы должны быть активными. Мы должны применять силу, мы должны где-то напрягаться, идти вперед. Мы должны работать и быть дисциплинированными. Мы должны прикладывать усилия, если мы хотим преуспеть. Если мы хотим работать в работе, если мы хотим продвинуться вперед, в работе, то мы должны что-то делать для этого. Мы должны прикладываться. Прикладываться намного больше, чем даже того ожидает директора. В 33 главе 4 стихи. Готов, в общем, мы говорим о мегагазе של Яков и Исав. Там говорится о встрече Яков и Исав. Как же Исав хотел крат Яков и начал лихабек и левкут и ленашек от него. Мы видим, как Исав он бежит на встречу своему брату Якову. Он начинает обнивать его и плачет ему. И это совсем не то, что Яков ожидал. И вот он видит то, что происходит там, после всего, что произошло раньше. И он пошел к кратамасе и весь мир хашаш. Вы помните, он шелк подним от его рода и от отца. Вы помните, что когда он ожидал эту встречу, он очень сильно переживал. Он посылал перед собой посланников. Он боялся. Но это, в общем, что он не имеет для него. Это не имеет значение. Но то, что происходит там, вот эта встреча с братом, это то, что Боб приготовил для него. И вот если бы тот страх, который был у Якова, преодолел вот это вот послушание Богу, то он бы не получил благословения, не получил бы мир со своим братом. И вот это то первое благословение, которое он получает, когда возвращается назад в Эрец Исраэль. Он готовит это Он получает это благословение как подарок от Бога за его послушание. И в 20-м стихе Там написано, что он воздвигает жертвенник для Господа. И это иногда то, что мы забываем сделать, когда мы видим что-то, что произошло с нами. Но Яков не шопия в этом, он мудрит в Иллюхе. Мы забываем вас благодарить Бога. Но вот Яков, он как раз помнит все. И он видит, что Бог ему в этом во всем помогал. Он благодарит, он делает жертвенник. И вот после этого мы видим, что Господь, он укрепляет вот этот вот завец Иакова и меняет ему имя на Исраэль. И вот можно много-много учить из этой вот недельной главы. Но из-за того, что я здесь выбрал, о чем я говорю сегодня, я считаю, что это корень, это отношение с Богом. Потому что то, что мы читаем, Бог говорит, Яков исполняет. Бог что-то заповедует, Яков встает и делает. Потом мы видим, как он получает благословение. Получил благословение, сразу же сказал спасибо, воздал благодарение Господу. Видно вот эти вот горячие отношения с Богом и Бог всегда с ним. И то, что видно в Якове, он не полагается на свой разум. И написано в Писаниях, не полагайся на разум свой, но полагайся на Господа. И это то, что Яков делает. Несмотря на все уважение, Яков понимает, что он очень маленький перед Богом. Это то, о чем я хотел поделиться, привести в пример Якова, у которого также есть какие-то минусы, он несовершенный, но мы видим, как он поступает изо дня в день и доверяет Господу. Спасибо, Женя. Туда раба. Спасибо. Спасибо.